всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я периодически делал обзоры не только на смартфоны наушники там разные вещи даже телевизоры но и делаю обзоры оболочек разных производителей давниненько я этого не делал но исправляюсь и я думаю после того как вы посмотрите этот обзор на оболочку имею от сяоми чем она хороша чем плоха что вызывает раздражение что восхищение я как-нибудь сделаю еще обзор на оболочку и милай на сяоми я делал но это был на год три назад поэтому обновляем приятного просмотра погнали первое что хочется про нее мне рассказать и похвалить это то что оболочка очень быстрая она была такая всегда и если у других ну не будем тыкать пальцами на прямо корейских производителей года четыре назад иногда оболочки подлагивали это действительно не секрет это сильно не напрягало но все-таки то сяоми сразу были без глюков без может быть кто-то сейчас строчит комментарии давид да ты какой вообще любитель сяоми гонишь мой сяоми там не знаю ребят у меня это уже далеко не первый сяоми у меня пол семьи пользуется сяоми там ну практически все в семье использовать аппараты этой фирмы и они не лагают даже спустя год-два даже три года спустя пожалуйста мои у моей мамы сяоми redmi 3 еще без сканера отпечатка пальцев работает до сих пор и что удивительно батареи держит до сих пор хорошо и у моей сестры redmi note 3 pro аппарат я им пользовался на месяцев 7 гонял как основной телефон сестра до сих пор использует как основной телефон ему уже три года и батарейку держит и все единственно на экран на разбила на это уже с низкой не просто трещины пошли но работает и не глючит до сих пор это меня поражает до сих пор до глубины дыши это поражает меня до сих пор что не глючит спустя даже время по скорости перелистывается все очень быстро плавно если даже у вас открыто много вкладок если у вас браузер chrome который сам достаточно много потребляет тоже открыто много вкладок кто все равно работает быстро микролагов нет как пользователи сами я это подтверждаю и огромное количество людей которые используют телефоны этой марки ними это также подтвердят второе это гибкость оболочки мне единственное что всегда не нравилось что здесь только рабочие столы здесь нет так называемого меню приложений все на рабочих столах и мне приходится создавать папку которая называю хлам данном случае я назвал папку отстой но меня это действительно очень сильно раздражает зачем ограничивать в android системе только рабочими столами но если честно я уже привык не делаю из этого проблемы плюс при желании можно поверх поставить какой-то свой лаунчер ладно хорошо не всем это важно просто высказываю как есть свои впечатления есть много хитростей о которых я вам расскажу например смотрите если мы открываем шторку и нажимаем просто пальцем на часы мы попадаем будильник часы секундомер и таймер при этом часа это естественно очень удобно вы можете поставить несколько часовых поясов и это удобно посмотреть будет сколько сейчас времени на другой стороне земного шара а если опять же шторку мы делаем свайп и нажимаем вот сюда на на сегодня 27 февраля мы попадаем в календарь правда календарь я использую использую гугловский по той простой причине что на всех устройствах у меня синхронизации на компьютер синхронизации это мне лично удобно но с вами об этом подумали то есть подумали о том чтобы быстрый доступ сделать не все кстати это знают еще одна фишка сразу скажу опять же не все знают как сделать скрытые файлы открываем файловый менеджер и делаем свайп сверху вниз и мы попадаем но при условии что естественно у нас есть привязка милай к нашей ми к нашему ми аккаунту по номеру телефона можем скрыть какие-то файлы вы скроете их не будет видно ни на телефоне не на компьютере еще фишки опять же многие сюда в дебри меню даже не залезает хотя это не дебри это здесь более-менее все структурировано есть такая фишка она называется клонирование приложений это очень просто вы можете на одном аппарате использовать два ватсапа например два приложения не знаю там банка может быть кому-то нужно два приложения каких-то других там две юлы или так далее все это можно легко сделать милай это уже давно года два кроме того есть так называемое второе пространство эта фишка когда вы из телефона делаете два сейчас я уж заходить сюда не буду у меня его нет но я пробовал как это работает вы создаете в одном телефоне два разных профиля то есть вы в него переходите по сканеру отпечатка либо по пин-коду либо по цифровому ключу и например 2 пространство может быть у вас просто рабочие например там аккаунт google свой аккаунт милай свой все будет другое просто телефон один но он разделяется на два совершенно новых независимых друг от друга телефона если уведомление в первом пространстве приходит здесь будет уведомление что пришло но вы не будете знать что это джемейл от теле может быть эсэмэска или ватсап кому-то тоже может быть это удобно мне всегда нравилось сами еще всегда нравились сяоми темы ребята это действительно очень удобно потому что вы можете своего телефона сделать вообще другой фактически телефон вы просто измените свой телефон да ну не то что до неузнаваемости но темы есть совершенно разные особенно актуально если у вас телефон сяоми на амолед экране то темные темы это то что вот нужно батарейка будет садиться меньше понимаю что не всем может быть это важно и нужно но я пользуюсь периодически разные темы используем мне это нравится это здорово дальше гибкие достаточно настройки звука единственное в который раз выскажусь меня очень раздражает отсутствие разъема для наушников конкретно в этом аппарате куда беспроводные наушники так клево это хорошо но зачем потому что беспроводной например мы лишаемся эквалайзера при том эквалайзер здесь он действительно хороший если мы зайдем не знаю вот откроем и кстати музыка мне тоже нравится приложение я его никогда не меняю когда пользуюсь сяоми если мы зайдем например в эквалайзер то мы обломаемся по беспроводным наушникам он не работает я не люблю эквалайзеры они обычно просто подтягивают все частоты высокие средние там баса добавляют но это не то это одно из редких исключений когда встроенный эквалайзер реально хороший при том я его неправильно называю эквалайзером это некие настройки звука те кто хоть раз пользовался сяоми и использовал хорошие наушники не комплект хотя комплект сейчас их давно не кладут просто хороший меня поймут то что звук меня это меняется очень сильно и это здорово но без проводов он недоступен дальше опять же как все работает сяоми даже такие мелочи продумали вот ребята я в самсунге в huawei такого не видел смотрите я например включаю фонарик элементарная вещь и я думаю каждый из нас им пользуется частенько я пользуюсь часто все я могу что сделать я нажимаю два раза на кнопку питания фонарик выключается почему в других телефонах этого нет я понять не могу реально проверял здесь есть там нет потом если например нам нужно организовать свой рабочий стол сделать сяоми это очень просто мы делаем свайпы два раза вот такой вот жест и смотрите например раз два три 4 мы можем хоть 10 ярлыков выбрать и очень быстро перенести их на тот рабочий стол который нам нужен я опять же не вижу других телефонах такого там нужно могу ошибаться может быть где-то есть там нужно переносить все это по одному это такая мелочь но облегчающая жизнь удивительно кстати рекламу о которой многие мне писали как меня считают фанатом сяоми мне писали вот есть реклама в оболочке она действительно иногда встречается здесь например иногда висит алиэкспресс потом если мы заходим в папке если мы по умолчанию не отключим вот здесь такая функция есть рекомендации если мы включим то реклама будет в папках это конечно плохо так быть не должно но это по крайней мере отличается что еще отмечу что вот когда я новый телефон беру я обычно его не восстанавливаю хотя гугл давно это умеет делать восстановить себе приложение мне не лень как все это я заново ввожу свой единственный аккаунт google везде один останусь и устанавливаю заново но есть такая возможность все это восстановить есть возможность мимо и держать там 5 гигабайт облака дается это куром на смех это унизительно даже 5 гигов каких-то несчастных но это очень мало на мой взгляд вы можете сохранить историю звонков историю эсэмэсок например если вам это важно но в нашем современном мире я думаю мало кому это нужно есть там ватсап либо не знают там кто пользуется вибер telegram и так далее все это сохраняется в облаке там мой вывод пойми ай как таковых вещей которые меня раздражают здесь нет опять же вот шторка например ну какие-то вещи очевидные которые должны быть шторку мы можем также настроить под себя вот это который вот здесь идет опять же если вы любите например просто виджет а я иногда виджеты использую здесь также их выбор достаточно большой и каждое приложение обладает своим виджетом ладно по сути оболочка одна из самых ну не то что из самых гибких но таких человечных есть не считать того что они делают только работ нет меню приложений вообще которым большинство людей это понимание важно то в остальном все очень хорошо продумано заточено и нет такого чувства что хочется это все нафиг снести как иногда бывает у меня на других телефонах и поставить какой-то лаунчер кстати лаунчеры даже покупал по маркеты для себя чтобы они у меня были надеюсь этот обзор был вам полезен возможно вы узнали какие-то новые фишки в оболожке но скорее всего вы все знаете без меня сами в любом случае если вам то что я делаю нравится ставьте лайк если не нравится дизлайк подписывайтесь на канал всегда много интересного как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и как и обещал вот есть у меня второй аппаратик это huawei mate 20 я сделаю оболочку на систему ему ай созвучно чем-то счастливо